Суперкары это автомобили мечты, которые предлагают автолюбителям исключительную силу, невероятный контроль вождения, а также неповторимый звук. Мало кто мог бы позволить себе это удовольствие, ведь для таких высококачественных машин диапазон цен начинается от 8-значных до 9-значных чисел. Вы на канале Макс Шоу и в этом видео вы узнаете о самых крутых автомобилях в мире. Итак, поехали! Чизетто В16Т Итальянский суперкар, созданный компанией Чизетто Аутомобили. Концепт суперкара был создан в 1988 году экс-сотрудниками Ламборджини. Всего произведено около 20 штук. Чизетто В16Т имеет большое сходство с Ламборджини Диабло, так как внешность обоих автомобилей создавал легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини. Ценник на авто был назначен в размере 300 тысяч долларов. Хоть Чизетто В16 уже не производится, до сих пор есть возможность оформить предзаказ на нее, правда без конкретных сроков его выполнения и за 649 тысяч долларов. Альфа Ромео 33 Стрейдл Спортивный автомобиль, производившийся итальянской компанией Альфа Ромео. Дорожная версия серии гоночных автомобилей. Компания создала автомобиль для того, чтобы сделать некоторые из гоночных технологий доступными обычным покупателям. Всего было построено 16 машин. Стрейдл была первой серийной машиной с дверями типа крылья бабочки. Автомобиль имел алюминиевый кузов на пространственной раме. Из алюминиевых труб. В списке 100 самых сексуальных автомобилей всех времен журнала Top Gear машина была представлена на 15 месте. Кёнинсек 1 Гиперкар производится компанией Кёнинсек, у которой соотношения массы и мощности автомобиля были равны 1 к 1. 1 лошадиная сила на 1 кг. Напомню, что масса автомобиля составляет 1300 кг. Кузов обладает таким весом благодаря тому, что он выполнен из углепластика. Именно из-за такого соотношения автомобилей был назван 1 к 1. Всего было выпущено 6 машин. И стоили они 2 миллиона 600 тысяч долларов. И все автомобили были проданы еще до официального дебюта. Mercedes-Benz CLK GTR Компания Mercedes-Benz создала экстремальный гоночный автомобиль, который бы сохранял некоторые элементы классического автомобиля, предназначенного для езды в городе. Кузов выполнили полностью из углеродного волокна, дополнив его большим числом элементов аэродинамического дизайна и охлаждающими отверстиями. Автомобиль оснащался 6,9 литровым двигателем мощностью более 600 лошадиных сил. Дорожная версия была выпущена ограниченным тиражом в 25 экземпляров. В книге рекордов Гиннесса 2000 года CLK GTR записан как самый дорогой серийный автомобиль. Его стоимость на тот момент составляла 1 миллион 547 тысяч 620 долларов. Lamborghini Veneno Итальянский суперкар. Выпущенные ограниченные серии в 2013 году. Компания Lamborghini. Кузов суперкара изготовлен полностью из углепластика, имеет множество воздухозаборников и основан на базе Lamborghini Aventador. Всего было выпущено 3 экземпляра по цене более 3 миллионов евро. Название, как и остальные автомобили компании, автомобиль получил в честь агрессивного быка. По кличке Veneno в переводе с испанского «Яд», убившего Теодора Хосе Санчеса Родригеса. В испанской кориде в городе Сан-Клуар де Барамеде. Porsche 911 GT1 Porsche 911 стал третьей машиной компании для дорог общего пользования. В чемпионате FIA GT Porsche разительно отличался от своих предшественников и уже не имел ничего общего с серийным 911. В его основе лежал углепластиковый монокок, изготовленный британской фирмой CTS. Машина стала легче на 90 килограмм. Удалось добиться значительной прибавки прижимной силы. Задумывалось, как машина более мощная, быстрая и комфортабельная. Porsche 911 стал коллективным творением главных действующих лиц компании. Сама идея выпуска новой модели активно продвигалась Фернандом Порше. McLaren F1 Серийная модель спортивного автомобиля британской фирмы McLaren. Начиная с 1993 по 2005 год считался самым быстрым в мире. Первый показ McLaren F1 прошел на Гран-при Монако 28 мая 1992 года. Это лишний раз подчеркивало честную связь автомобиля с миром профессиональных гонок. Во время демонстрации суперкара были оглашены технические характеристики и цена в 1,2 миллиона долларов США. Автомобиль установил мировой рекорд скорости суперкаров, разогнавшись до 386 километров в час. Рекорд был зафиксирован 31 марта 1998 года. Всего было выпущено 106 машин. Pagani Zonda Revolution Дебют зонда, выпущенного компанией Pagani Automobili, состоялся еще в 1999 году. В 2013 году была представлена модель нового купе Zonda Revolution 2013, которая поставила финальную точку в истории эксклюзивного суперкара. Под капотом автомобиля расположился 12-цилиндровый агрегат AMG, объем которого 6 литров. Этот монстр способен выдать 800 лошадиных сил и 730 ньютон на метр крутящего момента. Причем на тонну веса машины приходится 748 лошадок. Данный движок работает на пару с секвентальной шестиступенчатой трансмиссией, способной менять передачи всего за 12 миллисекунд. Цена суперкара составляет 2,2 миллиона евро. Компания планирует выпустить таких эксклюзивных суперкаров в количестве 5 экземпляров. Издера Комендаторий 113i В 1993 году Издера разработала модель Комендаторий 112i, которая весила 1450 килограмм и разгонялась от 0 до 100 километров в час за 4,7 секунды, а ее максимальная скорость составляла 342 километра в час. В основу машины был положен крупнейший двигатель Mercedes V12. Несмотря на использование механики Mercedes-Benz, Комендаторий позаимствовал немало стилистических признаков от моделей Porsche, выпускавшихся ранее. Его длинный задний свес похож на длинный хвост Porsche 917, а передние фары взяты с Porsche 968. Предполагалось, что Комендаторий 112i будет выпущен ограниченной серией по цене 450 тысяч долларов США за единицу. 1962i Ferrari 250 GTO Автомобиль класса Gran Turismo, который производился компанией Ferrari с 1962 по 1964 год для участия в гонках F и A категории GT3. Ferrari 250 GTO оснащались 4-х литровым двигателем мощностью 330 лошадиных сил. Новый GTO стоил 18 тысяч долларов США, и покупателя должен был одобрить лично Энцо Феррари и его представитель в Северной Америке. Луиджи Чинетти. В период с 1962 по 1963 год было выпущено 36 машин. В 2004 году журнал Sports Car International поместил GTO на 8-е место в списке лучших машин 60-х годов, а журнал Motor Trend Classic назвал ее лучшей Феррари из когда-либо выпущенных. Теперь каждый из этих раритетных спорткаров стоит по меньшей мере 15 миллионов долларов. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok